Добрый день! Сегодня мы знакомимся с прекрасным коттеджем в новом поселке. Сейчас мы зашли в дом. Давайте пройдемся по самому дому. Это прихожая. То есть вот второй этаж, на третий этаж лестницы. Дальше мы идем, заходим, попадаем в шикарную гостиную. Гостиная 48 квадратов. Это вместе с выделенной кухонной зоной. То есть очень удобно, когда вы всей семьей собираетесь в доме. Пройдем посмотрим окна. Окна деревянные, тройной стеклопакет очень качественный. Дерево натуральное, то есть видно. Двери везде тоже дерево натуральное. По полу также дерево. Смотрите, как все достойно выглядит. Сейчас мы с вами посмотрим террасу первого этажа. То есть такую еще комнату отдыха. Очень красиво тут, конечно, тоже все. Пойдем дальше по первому этажу. Сейчас я вам покажу. Здесь еще небольшая комната. Но для разных целей. Можно как гостевая, можно небольшая спальня. Ну, как-то там просто. Здесь все. Гараж. Две машины. Теплый. Сейчас зима. Давайте теперь посмотрим санузел первого этажа. То есть здесь ванна, туалет. Соответственно, ванник. Очень красивая мебель. Все очень достойно. Поэтому вот это санузел первого. Теперь мы с вами поднимемся на второй этаж. Посмотрим второй этаж. Красота везде. Окна. Место, конечно, здесь шикарное. Это спальня. Одна из спален. Это спальня 16 квадратов. То есть большие окна. Два больших окна. На самом деле все светлые. Давайте пройдем дальше. Посмотрим. Эта лестница тоже на третий этаж ведет. И мы заходим в спальню. Большую спальню. Смотрите, какая красивая. 25 квадратов в спальне. С такой выделенной зоной. Сейчас мы с вами пройдем на самую большую спальню. Здесь выход на такую террасу. Он очень красивый. Ох, красиво сделано. То есть терраса большая. Порядка, наверное, 12-14 квадратов. Ну, еще используют. То есть можно как спортзал. Можно тренажеры поставить. То есть... Далее мы пройдем с вами в кабинет. Сейчас просто покажем парт и кабинет. Так сказать, хозяйский. Где нужно подумать, поразмышлять. Кабинет порядка 14-15 квадратов. Тоже хорошая, удобная комната. С вами проходим на террасу второго этажа. То есть на втором этаже две террасы. Вот, посмотрите, какая большая тоже это. Прям окон много. Светло. Свет со всех сторон. Сейчас мы с вами уже спустились на нулевой этаж цокольный. Сказать, давайте посмотрим, что здесь у нас происходит. Здесь у нас есть такая смешанная комната смешанного назначения. То есть либо как комната отдыха, потому что здесь также сауна. Я вам чуть позже покажу. И вот как хозяйственная комната. И здесь проходит выход. Есть кладовка, холодная кладовка, с которой есть выход еще в подвал. Но в кладовку мы заглядывать уже не будем. Давайте сейчас пройдем дальше. Далее у нас на нулевом этаже это еще один санузел. Санузел как постирочный. То есть здесь тоже есть ванна еще, при желании. И здесь же у нас сауна. Очень хорошая сауна. У нас очень свежая. Семненькая. Мы завершаем наш обзор цокольного этажа, то есть тумлевого. Это котельная. Давайте посмотрим, как дается тепло в этом красном коттедже. Здесь у нас газ. Здесь центральные все коммуникации. И здесь такая система отопления. То есть это два котла. То есть один идет основной котел. И один вспомогательный. Ну понятно, да, что разные ситуации бывают. Поэтому вспомогательный котел очень большой плюс. Именно в отношении поддержания тепла. Продолжение следует.